ПОДПИШИСЬ НА КАРАКУМСКОГО КАНАЛА Кирбабаева, Сатыбалды Кирбабаевича, производится экономический эксперимент. Жильцы дома добровольно отказались от пользования горячей водой. И вот результаты. По самым приблизительным подсчетам уже сэкономлено 2000 кубометров горячей воды. И это еще не предел. Не благодарите за присоединение. Теперь не только денег нет, но вы держитесь, но и воды тоже нет. Это что такое? Вода. Что? Ты сказал, что умираешь от жажды, я дал тебе воду. Вот. Четыре глотка. Воду младшим. Сла 6042 коробка. Мне вот интересно, когда они воздух станут запрещать? Короче, в Евпатории до конца года отключили горячую воду. С целью ее экономии на фоне засухи. Вы чувствуете эту железобетонную стабильность? Совсем недавно пару деревень на дрова перешли. Месторождение стащило свои ресурсы и пиздец. Привет, дрова и уголь. А теперь до воды добрались. Вальдемар четко исполняет свои обязанности, данные 20 лет назад. Месторождение стащило свои ресурсы. Господа, всем привет! Вы на канале Свежак. И с вами, как всегда, чернокнижный и максимально субъективный обзор круговорота вселенского пиздеца. Ну и обзор свежих новостей. В начале нашего выпуска хочу поблагодарить за поддержку канала, ваши лайки и подписку. Понеслась. Эта стабильность затронула и Владивосток. Там недавно ебанул такой циклон, что тепло на пару дней вырубилось вместе со светом. Почему я сказал про стабильность? Да потому что заголовки топят за то, что именно циклон виноват в сбоях тепла. Что такого не было с хер пойми какого лохматого года. Офигеть! Местные власти заявили, что будет сделан перерасчет за отсутствие тепла и света. А теперь представьте, вы сидите в своей теплой квартирке, попиваете чаечек, а лучше нет. Вы бежите с работы, чтобы быстрее включить свежак. Вбегаете в квартиру, ставите электрический чайник, врубаете свежак и хуяк. Хуяк и ничего кроме холода и морозного пиздеца. А вам потом местный губер? Мы сделаем перерасчет. Вы не волнуйтесь. Россия не победить, правда ведь? Россию не победить, а вот насчет Франции не уверен. Нарос пиздеца во Франции набирает стратегические обороты. В головы полицаев летят бутылки и зажигательные смеси. В головы протестующих летят гранаты со следоточивым газом плюс водомета. Любители лягушачьих лапок рубятся против закона о глобальной безопасности. А конкретно французам не нравится статья, которая запрещает снимать полицаев, которые пиздят дубинками нарушителей масочного режима или просто любых полицаев при исполнении. Накануне брызнувший слезоточивым газом полицейских 55-летнему инвалиду на коляске в лицо получил 4 месяца условно. Не после этого ли случая французы в погонах решили прикрыть свои тощие задницы загоном, из-за которого у них происходит очередной разъеб? Мне не снятся хорошие сны. Точнее, иногда снятся, но я их практически сразу забываю. Я хорошо запоминаю кошмары. Удачи, мачете. Прикончи, тварь. То, что мы не стоим на месте и новые технологии становятся неотъемлемой частью нашего выживания, уже доказал Рогозин своими песнями. Мне кажется, что когда Илон Маск узнает о наших новинках и инновациях, то он просто заплачет. В одной из российских деревень на уличной колонке заменили металлический рычаг на автоматическую херь, к которой нужно прикладывать электронный ключ, так как в этой деревне в частном секторе из-за крана идет только техническая вода. Автоматическая колонка является настоящим спасателем для местных. Теперь я понимаю, что такое настоящая нанотехнология. Как тебе, Илон Маск? Вы только представьте Рогозина. Его с его песнями и гитаркой, которая прикладывает этот синий подъездный ключ к автоматической колонке, льется вода в детское ведерко, а сбоку плачущий Маск, который понимает, что до таких высот ему никогда не добраться. К слову сказать, на протяжении долгих лет песня «Нас бьют», «Мы летаем» в исполнении Пугачева была неформальным гимном российского ЛГБТ-сообщества. «Нас бьют», «Мы летаем» от боли все выше, крыло раздравляя над собственной крышей. «Нас бьют», «Мы летаем» смеемся и плачем, внизу оставляя свои удачи. Но у нас существует человек, который с каждым выпуском покоряет новые высоты дизлайков и сниженных охватов из-за низкокачественного и, мягко говоря, не совсем популярного контента, который заебал еще со времен телевизора. Искусник низкосортного варева снова отчебучил такую хуйню, что ее просто невозможно не показать. Пародии, которые вообще не в кассу против женщин Беларуси, ему не хватило? «Солнечному миру? Да, да, да. Ядерному взрыву? Нет, нет, нет». Так тот высмел Обаму, используя песню «Шоколадного зайца», что сам «Шоколадный заяц» заступился за Обаму и не только. «Мой шоколадный глазик, его на унитазе приятно почесать». Как и кто им придумывает эту дичь, непонятно, но это даже хайпом трудно назвать. Низкосортная блевотина, которой кислотой не вывести, не выжечь, которая вызывает гневные комментарии у людей, потому что никакого сарказма в этом нет и не пахнет. Что думаете по поводу передатчики Осаяны на ютубе? У нее есть вообще будущее с таким контентом? Не стесняйтесь, пишите откровенные комментарии, а то вы только мне. Привыкли гадости писать? Тот вообще не стесняется усатого фельдмаршала с дерьмом смешивать, а потом на слете пропагандистов жмет ему руку, улыбается и восхищается его силой воли и стойкостью. Мы выдавили повстанцев с улиц в автозаки, но они собираются мелкими группами по 100 тысяч человек. Лорд Вейган! Спасибо, ребятки! Да пребудет с вами анонимная сила! От семейных ценностей переходим действительно к хорошим новостям. В Госдуме допустили снижение цен на ритуальные услуги. Слушайте, ну к этой новости можно добавить рекламу. Лада все лучшее людям. Чувствуете налет стабильности? А теперь я хочу серьезно поговорить со своими пенсионерами, которые являются моей целевой аудиторией, которые, порицая мои трехэтажные маты, покрывают меня трехэтажными матами. Да, Тамара Константиновна и Эдуард Венедиктович, давайте договоримся. Я дозирую мат, вы учитесь нормальные комментарии оставлять. А за это я вам прочитаю интересную новость, которая точно вам понравится. Да не только вам, она должна всем нам понравиться. Владимир Путин жестко раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на социально значимые продукты. Цитирую. Реально располагаемые доходы упали на сколько там, на 3, на 4,3%, а цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда? Куда вы смотрите-то? Вот это вопрос. Вот это уже не шуточка. Ну что, будем следить за развитием событий. Владимир Владимирович жестко покритиковал чиновников, и на следующей неделе они должны дать какой-то ответ. Ну что, будем следить за развитием событий. На следующей неделе ответственные должны выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов. Я не знаю, что это такое, но звучит заебись. Как думаете, серые кардиналы смогут остановить рост цен на социально значимые продукты? Господа, понравился выпуск? Не забудь поставить лайк, бей в колокол. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok